Какой образ однородной сплошной массы нашего тела самый правильный и самый подходящий телу человека? С одной стороны, как я сказал, где нас не разрежь, мы однородная масса. Ну и многие думают, что если мы мясо, то если вот тут нас разрезать, то внутри у нас получится тоже мясо, типа холодца или колбасы. Оно логично вроде как, но неправильно, этот образ нам не подходит. В древности использовали образ меда, образ горячего меда. То есть форма нашего тела, такая какая она есть, в представлении древних заполнялась тяжелым, вязким, тягучим, горячим медом, который, имея некоторую подвижность внутри тела, мог переносить, немножко колебать центр массы тела и направлять все это туда, куда нужно. То есть на одну точку приложения усилий. Я знаю одну школу, старую, европейскую, где до сих пор, по крайней мере на начальном этапе обучения, используется как раз образ вот такого меда. И вот в процессе упражнений по медитативной пластике, когда адепт такой школы, он глубоко накачивает мед в свое тело, как бы внутренне его воспринимает, то у него идет очень активный энергообмен со структурами меда, ну и дальше их производителями пчелами. И вот все положительные эффекты меда, да, каких-то пчелиных сот, пчелиного там молочка маточного, там прополиса, там какого-то, то есть все вот эти вот вещи, которые полезны для человека, они косвенно, а он же только представляет, он может даже его не ест ложками, да, он только представляет насыщенность тела внутри своего меда, и все эти люди очень здоровы, то есть побочный эффект, такое мощное оздоровление, очень здоровы, очень стабильные с психикой, и такие крепкие долгожители, скажу так. Ну, знаете, есть такие люди, да, как это, энергичные пенсионеры, да, им там уже под 80 лет, а они там все очень деятельные, очень энергичные, и ничего, что-то у них не болит, и никак на них ничего не сказывается, да, никакие проблемы жизни. Вот это эффект меда внутри тела нашего. Но, друзья мои, уже много веков назад, это примерно раннее средневековье, маги Европы, они пришли к тому, что наиболее оптимальный вариант работы с внутренним состоянием однородной сплошной массы нашего тела является расплавленное золото. То есть золото, которое редкий металл, то есть оно не валяется, как камни, да, в любом месте, где мы с вами не присядем, оно самым наилучшим образом среди всех других металлов на нашей планете взаимодействует с тканями тела человека. Самым-самым наилучшим образом. Ну, некоторые из вас, наверное, знают, да, что один из способов омоложения, это золотые тонкие нити вставлять под кожу лица, например, это поедать со сладким тонкие кусочки золотой фольги, да, это оборачивание там, да, золотой фольгой некоторых частей своего тела, ну, и так далее, и так далее. То есть, если хотите, шапочка из золотой фольги на голову, это тоже очень-очень хорошо. Я тут, кстати, совсем не шучу, то есть такие моменты есть. Ну, там, царская корона, там, да, шлем золотой, да, это вот все из этой серии. То есть я к тому вам говорю, да, что большинство тех, кто практикует медитативную пластику сегодня, внутренний образ однородной сплошной массы своего тела, они представляют именно как расплавленное золото. То есть где нас не разрежь, отогни кожу, да, и под кожей однородная сплошная золотая масса, обязательно текучая, да, она перемещается, она только имеет форму нашего тела, но для нее нет никаких препятствий, то есть в уме у нас перестает быть мысль, что локоть у нас туда вот гнуться не может. То есть вот она нас заставляет как бы выходить на пределы возможности наших суставов, вот эта золотая масса внутри нашего тела, и создавать как бы максимальный импульс биоэнергетического выплеска всех структур нашего тела, ну, потому что мы стали однородной массой по-своему моноэнергетической структурой, и тогда она на одном волевом как бы импульсе легко подчиняется и легко направляется. Ну, и если я привел вам с медом оздоровительный эффект, да, положительный, побочный, хотя его никто не насаждает специально, не программирует себя там никак. Здесь то же самое, то есть золото хорошо, правильно и целебно сочетается с телом человека, и оно позволяет точно так же выдать некоторый побочный положительный оздоровительный эффект, если мы вот работаем именно с таким образом. Также я вам должен сказать, что есть несколько школ, ученики которых при такой вот медитативной пластике, они внутри тела своего создают образ не меда и не золота, а плазмы. Плазмы. Плазма это четвертое агрегатное состояние вещества, то есть у нас есть твердое состояние, жидкое, газообразное и плазма. Четвертое состояние вещества. Вот они создают структуру плазмы. Как-то оценивать их работу на сегодняшний день я не могу, потому что какой-то особой статистики нет, это делают они на протяжении последних нескольких лет. Что это дает, чем это лучше или чем это хуже. Пока особо здесь нет информации на эту тему. Ну, вы можете попробовать разное, но если вы хотите услышать мои рекомендации, то я считаю, что наиболее правильным и наиболее целесообразным это будет восприятие образа однородной сплошной массы нашего тела. Это именно перетекание расплавленного золота. На мой взгляд, это проще всего, это понятнее всего, это более плотная структура, в отличие от меда, что нам иногда и требуется, чтобы форму максимально, так скажем, создать максимальный импульс. Ну, и это наработано в течение нескольких столетий и давало только положительные результаты. Поэтому давайте остановимся на том, что мы с вами будем работать с образом однородной сплошной массы нашего тела. И этим образом будет расплавленное текучее золото, да? Однородное в абсолютно любом месте нашего тела. То есть одна и та же консистенция. Внешне это имеет форму нашего тела и просто как текучий терминатор, да, обтянута кожей. Это будет наш с вами вот такой вот рабочий образ. Ну, а теперь, раз мы масса, да, нас можно взвесить, то значит в массе вот этой нашего тела есть центр массы. И мы с вами его должны найти как точку наибольшего напряжения, да, как точку сборки и оформить очень четко в осознанный центр массы нашего тела. Как найти центр массы своего тела? Ну, самое простое, просто где-то в глубине живота представить определенный такой шар там. Ну, и вот обычно делают все так. Но если совсем так по уму и совсем четко, то вы ложитесь горизонтально, расслабляетесь и в ямке горла в еремной вырезке вы формируете небольшой такой шарик, как от настольного тенниса. Да? Представили? Дальше вы начинаете его плавно перемещать по центру своего тела с установкой, с командой трансовой ему, что он, дойдя по поверхности вашего тела до точки проекции центра массы на поверхность вашего тела, уйдет внутрь и займет место центра массы. То есть уйдет в точку центра массы. Как бы катился-катился, бах, и провалился. Ну, и если хотите, бильярдный шар, вот он катился и бах, в лузу. Он закатился. И здесь он пошел-пошел-пошел-пошел, бах, и где-то там внутри тела, внизу живота, он ушел вглубь тела и зафиксировался, остановился на уровне точки центра массы. Когда это у вас нашлось, обращаю внимание, что это не представление, это физическое ощущение тела. Вы же много-много-много времени потратили к знакомству с телом, к контролю тела, да, и так далее. Вот оно, где начинает вылезать. Если вы этого не сделали раньше, да, то вот начинается плюхание здесь. То есть вы довели до нужной точки, он сам нашел центр массы. Теперь ваша задача начать дыхание до центра массы. Своего рода вы делаете вдох, и вот вдох окружающего воздуха, он проходит внутри тела, и потоком идет на центр массы. То есть шарик, на него идет поток, и когда поток идет на шар, то шар начинает светиться ярче. Это выглядит примерно, как если бы вы дули на уголек из костра. Вы на него подули, да, он стал ярче, приток кислорода. Вот здесь то же самое. То есть вдох до центра массы, до шарика в животе, выдох обычный воздух. Опять вдох, то есть такой как бы толчок на шарик, чтобы он оживал и принимал более конкретную форму. Когда шар стал теплее других участков тела, нам нужно его крутануть вокруг своей оси. Ну, в идеале опять, да, вот у нас трехмерная проекция. То есть мы начинаем его крутить вот так вот. И он начинает оформляться в плане внешних контуров. В итоге, друзья мои, у вас внутри тела, то есть внутри однородной сплошной массы, должен получиться примерно вот такой шар. Наглядное пособие. Это где-то соответствует кулаку, да, то есть размером с кулак, не больше. Вот это примерно так. С четкими внешними контурами, который тяжелее других участков тела и который теплее других участков тела. То есть внутри вашего тела очень четко найденный, да, не абы как, не представленный, а физически ощущаемый шар вот такого размера, ярких оттенков, красно-желто-оранжевый, то есть теплых оттенков, солнечнообразный такой, да, и он имеет абсолютно четкий контур, теплее других участков тела в данный момент и тяжелее других участков тела в данный момент. И если я вас спрашиваю, вы сделали шар в животе, в центре массы своего тела, вы говорите, да, все, я четко ощущаю шар. При этом, естественно, да, помните опять вот это шахматное восприятие информации. Мы можем говорить с вами на любые темы, но при этом у вас в маленькой части мозга горит лампочка, что вы ощущаете и удерживаете при этом вторую точку внимания, то есть шар в вашем животе. Что теперь мы в итоге имеем с вами? Мы имеем с вами однородную сплошную массу нашего тела в виде расплавленного золота и внутри этой массы мы четко ощущаем центр массы. То есть вот эта вся наша конструкция, она теперь имеет четко осознаваемый, четко управляемый центр массы нашего тела. и это первая наша точка и физическая, и первая наша биоэнергетическая точка, с которой мы будем работать. Когда, друзья мои, во время специальных занятий, то есть время тренировок ваших, вы наработали образ однородной сплошной массы своего тела и способны быстро вот так вот формировать центр массы своего тела по трансовой команде, то теперь вы можете уже из вот этих тепличных условий переходить в режим так называемой параллельной тренировки. Это когда вы уже, по крайней мере, с шаром, а в идеале и с образом однородной сплошной массы выходите во внешний мир. И, например, при каких-то серьезных или важных разговорах с разными людьми, вы с ними разговариваете с шаром в животе, то есть с ощущением центра массы в животе. То все вот эти вот разговоры такие, все сложные такие переговоры у вас пойдут легче и проще, если у вас при этом будет находиться еще и шар в животе. Потому что при работе по какой-то конкретной теме на уровне общения с другими людьми вот эта структура шара, она позволяет вам иметь более жесткую энергетическую конструкцию по отношению к другому человеку, то есть к вашему собеседнику. Ну, а в дальнейшем при развитии практики шара уже там в специальной конструкции вы можете уже в дальнейшем и сами воздействовать на таких людей при обычных или необычных бытовых контактах. Я это все к тому, что пробуйте это делать уже в быту, то есть наработанное вами, так скажем, в тиши, да, выносите во внешний мир и начинайте от ваших вот этих наработок получать преимущества в своей жизни уже во внешнем мире.